В этом видео я собираюсь рассказать вам о дополнительных аксессуарах, которые нужны каждому фотографу, в том числе начинающему. Эти аксессуары будут полезны всем, вне зависимости от жанра съемки, они совершенно универсальны, помогут вам улучшить качество снимков и сделать процесс съемки более удобным и приятным. Поэтому обязательно смотрите выпуск до конца, не пожалеете. И прямо сейчас нажимайте на кнопку подписаться, потому что на нашем канале выходят очень интересные, актуальные и полезные выпуски про все-все аспекты фотографии, от настроек камеры до способов найти больше клиентов. Подписывайтесь и начнем! Уверена, что у большинства профессиональных фотографов процесс хранения файлов организован отлично, например, через надежное облачное хранение. Но даже если вы начинающий фотограф или любитель, советую отнестись к вопросу хранения файлов грамотно. Не используйте для этого память компьютера, лучше купите надежный SSD-накопитель. Стоят они сейчас достаточно немного. В зависимости от ваших возможностей, берите диск на 500 гигабайт или 1 терабайт, и этого хватит вам очень надолго. Такие внешние диски, в отличие от HDD, не ломаются, они меньше и легче, поэтому SSD можно брать с собой куда угодно, в том числе в путешествия. Как раз именно во время путешествия обычно создается большое количество снимков, и их сразу стоит копировать на внешний диск, не храня все на карте памяти. Кстати, профессиональная мудрость. Ваша съемка не окончена, пока вы не скопировали файлы с карточки. Обязательно сразу приучите себя к этому. Каким бы уставшим не вернулись со съемки, потратьте 10-15 минут на копирование файлов. Тогда вы точно никогда не удалите случайно не слитые файлы и не столкнетесь с ситуацией, когда карта памяти в камере забита нужными, не скопированными снимками, и новые получается делать некуда. А вот обработкой снимков сможете заняться, когда захотите. Правда, я в путешествиях люблю максимально оперативно делиться увиденным в соцсетях, поэтому использую программу Фотомастер. Тут много автоматических инструментов, которые позволяют делать коррекцию очень быстро. Например, сначала использую автоматическую коррекцию, а затем результат доработаю слайдерами или при помощи кривых. Если я хочу обработать портретный снимок, то инструмент «Идеальный портрет» поможет мне сделать отличную ретушь автоматически. При этом, что именно ретушировать и насколько интенсивно, я выбираю сама. Останется только накинуть лут для цветокоррекции, сделать правильное кадрирование под конкретную социальную сеть и готово. Фотомастер – это редактор для решения абсолютно любых задач, встающих перед фотографом. По ссылке в описании можно бесплатно скачать Фотомастер и свободно использовать его в течение пробного периода. А приобрести полноценную версию сейчас можно с отличной скидкой 60%. Переходите по ссылке в описании, там есть вся нужная информация. На любой съемке у меня всегда с собой набор для очищения объектива. Это жидкость для очистки и салфетка из микрофибры, воздушная груша и кисточка. Я протираю линзу каждый раз перед началом съемки, потому что я, честно говоря, не супераккуратная и могу легко задеть линзу пальцем, оставив отпечаток. А еще не всегда можно заметить какой-то развод или пыль на линзе, а мне очень не нравится видеть это постфактум на готовых снимках. Поэтому перед началом съемки я продуваю все стекла от пылинок и протираю наружную часть. Надо поменять оптику, делаю то же самое с другой линзой. Теперь про сенсор. Да, он тоже требует чистки время от времени. Тут я советую вам в первую очередь вести себя предельно аккуратно именно в процессе работы с камерой. Максимально оперативно менять оптику, не оставляя матрицу открытой надолго. У некоторых камер сенсор закрывается специальной защитой. Это очень удобно, но не на всех моделях доступно, к сожалению. Если вдруг на матрицу что-то попало, то максимум, что я делаю самостоятельно, это опять-таки использую грушу и пытаюсь убрать мусор воздухом. Я не советую чистить матрицу самостоятельно. Это очень нежный и очень дорогой элемент вашей камеры. Советую относить камеру на очистку профессионалам. Лучше заплатить немного за очистку, чем потом рвать на себе волосы, если что-то пойдет не так и матрица будет испорчена. Не обязательно покупать специальный фоторюкзак или сумку. Я знаю, что многие любят носить камеру в обычном рюкзаке. Но я считаю, что обязательно нужно иметь качественный и удобный ремешок для камеры. В комплекте обычно дают очень простой вариант. Есть куда более удобные. Я, например, очень люблю мой ремень от Peak Design за удобный способ крепления, позволяющий легко крепить камеру к ремешку и также легко ее с него снимать. Мне нужна вариативность использования. Не всегда фотографировать хочется с одетым ремешком, но передвигаться с камерой мне нравится на ремне, потому что когда я иду с камерой в руке, мне всегда кажется, что я ее сейчас обязательно выроню. Но есть и масса других опций, например, с возможностью закрепить камеру у плеча или ремешки, которые имеют доп-крепление, за счет чего камера не болтается. В общем, стоит просто посерчить предложение, в идеале где-то еще потестить вживую, чтобы понять, чего именно вы хотите от ремешка, а потом обязательно купить себе понравившийся вариант. Потому что хороший ремешок невероятным образом влияет на то, как вы будете ощущать себя во время съемки и, что не менее важно, после нее. Потому что часто съемка – это довольно большая физическая нагрузка. Специальный кошелек или кейс для карточек позволит избежать проблем с поисками из дэшек по сумкам, карманам и ящикам. Во время съемки вы будете сразу понимать, куда положить заполненную карту и откуда взять новую. А еще он защищает их от повреждений и попадания влаги. Причем есть именно мягкие кошелечки, а есть и противоударные кейсы. То есть вариант хранения можно выбирать в зависимости от того, где вы планируете снимать. И, например, в условиях дикой природы, похода, более защищенный кейс может быть очень полезен. А еще я видела опции кейсов, куда кроме карт можно положить аккумуляторы. Это очень удобно, когда вы не находитесь постоянно рядом с рюкзаком. Например, во время съемки мероприятия можно просто взять с собой такой кейс с доп-батарейками и доп-картами и не париться, что ваш рюкзак лежит где-то далеко в подсобке. В самом начале карьеры вам точно не обязательно покупать вспышку. И уж тем более маленький светодиодный свет, скорее всего, будет вообще бесполезным приобретением. А вот отражатель – это маст. Это такое простое и такое многофункциональное устройство управления светом. Он помогает смягчить тени и улучшить освещение объекта съемки. Единственное, лучше брать отражатель все-таки небольшого размера. Его функционал, конечно же, меньше, чем у больших, и поможет он только с крупными портретами. Зато можно легко справиться без ассистента. Смело выбирайте варианты пять в одном – с серебряным, золотым, белым, черным цветом и возможностью рассеивания. Сможете от души поэкспериментировать. Пульт дистанционного управления позволяет делать снимки без касания камеры. При съемке с длинными выдержками, например, ночного неба или звездных треков, любое прикосновение к камере может вызвать дрожание и размытие изображения. Использование пульта дистанционного управления позволяет этого избежать, обеспечивая четкие и резкие снимки. Таймлапс съемка требует большого количества кадров, сделанных через равные промежутки времени. С пультом дистанционного управления вы можете запрограммировать камеру на автоматическую съемку с заданным интервалом, что значительно упрощает процесс. Пульты дистанционного управления бывают проводные и беспроводные. Проводные пульты подключаются напрямую к камере через специальный разъем. Они просты в использовании и обычно дешевле беспроводных аналогов. Беспроводные пульты работают на основе инфокрасного или радиосигнала. Они дают больше свободы движения и позволяют управлять камерой на расстоянии до нескольких десятков метров. Но и цена, соответственно, значительно выше. Все аксессуары, про которые я сегодня рассказала, помогут вам улучшить качество ваших снимков и сделать процесс съемки более удобным. Но уверена, что у многих есть собственные супернаходки. Обязательно пишите мне в комментариях о своих сокровищах, без которых уже не можете представить ежедневную работу. Это будет очень полезно для каждого, кто увидит этот выпуск. И огромное спасибо за то, что провели сегодня со мной время. Прямо сейчас нажмите на лайк, подпишитесь на канал и до встречи в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!